После того, как наш парламент абсолютным большинством голосов ратифицировал соглашение по судебным решениям, вот передо мной лежит статья из одного из российских изданий «Комсомольская правда», по-моему, заголовок. «Абхазия сдалась, между деньгами и ссорой с Россией Сухум выбрал деньги». Уважаемые друзья, ну вам не стыдно? Вот это же мы с вами дали повод к нам вот так относиться. Это не единственное издание, не единственное такое едкое замечание в нашу сторону. Неужели мы не заслужили за все свои послевоенные годы, до войны, и вся наша многолетняя борьба основана на том, что мы весь, вообще весь Кавказ на нас смотрит, весь мир на нас смотрит. И вот у нас была позавчера встреча с депутатом Государственной Думы, который открыто сказал, что мы оказали давление, первое решение принято, «Ну а почему вы без давления ничего не понимаете?» То есть это же должно быть как-то нас, это не только меня должно задевать и моих коллег, и, наверное, депутатов парламента должно это задевать. Мы, малочисленный народ, я, может, кто-то забыл, я напомню, мы, малочисленный народ, один из самых малочисленных народов на территории Кавказа, заставили себя уважать, весь мир про нас говорил. Потому что мы в какой-то момент исторически плыли против течения. Было тяжело, было, я все ребенком это помню, но мы заставили себя уважать. И все, что мы сегодня имеем, в том числе и те блага, которые не могут сегодня поделить государственные мужи, так называемые, это все основано на вот этом проявлении характера. Неужели из-за того, что кто-то на кого-то надавил, мы взяли и начали принимать эти решения. Более того, кстати, это почему-то осталось незамеченным, как-то все ушло. Когда приостановили финансирование по заработным платам, доплаты по заработным платам, хотя это приостановка этого финансирования, она была предусмотрена соглашением, она в 2005 году заканчивалась. Премьер-министр Александр Золотинский-Чанква выступил, потом уже министр финансов Владимир Делба более подробно раскрыл его выступление. Он сказал, что у нас есть запасы, мы к этому готовились, мы можем перекрыть все эти выпадающие доходы. То есть, премьер-министр правительства говорит о том, что мы можем сами всю эту ситуацию преодолеть. В то же самое время президент выступает и говорит, что у нас нет денег, дела плотки. То есть, об этом тоже надо думать и на это обратить внимание.